Хорошо, ну давай поговорим. Окей. Добрый всем вечер. И мы продолжим то, с чего мы в прошлый раз остановились. А в прошлый раз мы остановились на законах о процентах. Сказали при этом мы следующее, что главная проблема в законах о процентах, который действительно серьезно вмешательствовал во всю финансовую деятельность и влияет самым серьезным образом. И вроде бы мы договорились, что законы Торы, они довольно ясно запрещают весьма конкретного типа сделки с деньгами или с вещами. Например, некто. Дает деньги или вещи, и говоришь, вернешь мне больше. Когда вернешь. Здесь все довольно просто и прозрачно. Фокус, который вот сегодня надо будет, придется обсуждать. Я боюсь, что он просто сложный. Я не уверен, что он всем интересный. Но дело в том, что именно это обсуждение, которое я попытаюсь все-таки объяснить, чем проблема, она сильно влияет на всю дальнейшую галаху и на теоретический закон. Насколько это влияет на практическую жизнь, это еще такой любопытный вопрос. Проблема вот какая. Для того, чтобы быть вот понятным, все-таки, даже, то есть как-нибудь сформулирую, Талмуд составлен, ну давайте скажем так, юристом. И если о чем-то говорится, что что-то можно, что-то нельзя, этому чему-то нужно дать весьма конкретное определение. Например, хотелось бы как-то отличить заем от обычной сделки купли-продажи. И вот почему. Дело в том, что на самом деле, то, с чем сталкивается любой человек, который собирается заняться финансовыми операциями, как я не знаю, и, по-моему, я в этом курсе уже как-то сформулировал, выглядит так, что тот, кто каждый день имеет дело с деньгами, купли-продажи и подобными вещами, и знает закон, обычно он умеет придумать, как ему обойти закон. Вот в этом некоторая проблема. Особенно, когда мы говорим о делах торговых. Там, я вот не буду рассказать целиком историю, просто представьте себе, что контролер регулярно приходит что-то проверять, о человеке, о человеке, о люди, которые воруют в этом месте, денно и ночно думают, как его обманут. Понятно, что тех, кто думает, как обмануть контролера, просто намного больше, чем контролер. Поэтому обычно, чисто вот по причинам количественным, они его сумеют обмануть. Где ценник? Где у нас есть главная проблема процесса? Где чаще всего? Вот в лоб, если мы просто скажем, мы запрещаем на рынке сажать ростовщика, который будет давать деньги и получать за это процент. Хорошо, на рынке не будет ростовщика, но есть много других способов, как дать деньги и получить этот процент. Дело в том, что, вот еще раз, то, с чего мы начнем. Времена Талмуда, о которых мы говорим, это времена очень, очень мощных рынков и мощно развитых денежно-вещевых отношений. По этому поводу Талмуд регулярно обсуждает, например, следующую вещь. Давайте посмотрим на сделку, обычные сделки купли-продажи. В данном случае, я опираюсь на, нет, 360 века, Рафгай Гаон был такой, он уже не Гаон, ну, то есть, он граница между периодом Гаонов и новом времени, ну, еврейским. И он, когда говорит о сделках купли-продажи, например, говорит, что и они бывают четырех типов. он восточный человек, он очень любит считать по циклам, по числам, по рубрикам. Значит, человек дает вещь, продавец, покупатель дает деньги, сделка на этом завершена. Здесь, с точки зрения законов ростовщичества нет никаких проблем, быть не может. Если здесь есть какие-то проблемы, то это закон ОНАА, это когда либо продавец, либо покупатель, пользуясь слабым положением продавца или покупателя, пытаются либо получить больше денег, либо больше товаров, но у мудрецов есть ограничение дохода, я не буду сейчас рассказывать. Теоретически 20% разрешенных движения цен, вот не буду ходить, 20% обратно, одна пятая в современном языке. Не обращайте внимания, в том, где говорится штут одна шестая, но это имеется в виду одна пятая, просто вам придется поверить на основу. Значит, вот это 20%, но это не имеет, это совершенно другой закон, это закон о рыночной торговле, закон о том, насколько можно обманывать, ну, насколько можно ободрать покупателя, скажем, наивного. Вот мудрецы, например, устанавливают, что наивного покупателя нельзя ободрать больше, чем на 20% дополученные ценности его содрали. Опять, речь идет о совершенно повседневных вещах, потому что ясно, что есть вещи, у которых цена, ну, то, что в современном мире называется цена договорная, то есть, ну, которые, сколько стоит эта картина? Сказать, что у нее есть фиксированная цена невозможна, правда? По-разному зависит от покупателей, продавцов, кучи всяких вещей. А вот, когда речь идет о пучке редиски, одинаковых пучках редиски, есть о чем говорить. Значит, здесь законов процентов, вот при такой обычной рыночной купли-продаже просто проблем не может, более того, она не может быть точно так же, когда идет оптовая купля-продажа, человек выкладывает деньги, второй берет товар, спасибо, до свидания, мы раздвижаемся. Но, дело в том, что, вот, Талмуд отлично знает кучу денег, кучу сделок, которые проходят совершенно в других условиях, а именно продавец дает деньги сейчас, а товар хочет получить потом, или наоборот, он хочет получить товар сейчас, а деньги отдать потом покупателю, либо вообще вся сделка и деньги, и товар потом. Вот здесь начинается ключевой некоторый закон, ключевая проблема, которую видят мудрецы. потому что всегда сделка каждый день на рынке, которая происходит. Продажа деньги дает, покупатель дает деньги сейчас, а товар ждет через какую-то время. но опять мы не говорим о сделках типа я пришел в магазин, заплатил наличными, я не знаю, за холодильник, а мне там в течение недели его привезут. Это не то, что это все то же самое, только время достатка. А речь идет о куда более веселых играх торговых, которые выглядят приблизительно так. человек осенью платит, ну, скажем, а то, что называется фьючерс, ну, не совсем, это не фьючерс, а другая чуть-чуть сделка, но, в общем, выглядит так. Я плачу тебе, скажем, за тонну пшеницы по сегодняшней цене, вот сразу выкладывай наличности, а хочу получить эту тонну не осенью, а весной. Ровно указанное в контракте число, значит, вот тонна пшеницы в данный момент стоит, не важно, не догадываюсь, что сейчас тонна пшеницы, 10 долларов. ну, ну, считать. 10 долларов я тебе плачу сейчас, значит, ну, 100, давайте, реально, 100 долларов я тебе плачу сейчас, и я хочу получить тонну пшеницы весны. Фокус в том, что весной цена может сильно измениться, но мы в договоре прямо сегодня указали, что цена, вот, что я получаю ровно вот это. Ровно за 100 долларов в том. Весной вдруг выясняется, что тонна пшеницы стоит 200, но договор дороже день. Значит, можно ли рассматривать эту сделку следующим образом? Я тебе сейчас одалживаю 100 долларов, вы можете это рассматривать как обычную куплю-продажу, да, с отложенной поставкой, я сегодня купил тонну пшеницы по 100 долларов с отложенной поставкой на весну. Либо второй вариант, вы можете считать так, что я дал продавцу 100 долларов в долг, он мне должен 100 долларов, и по условиям сделки он должен расплатиться со мной тонной пшеницы весной, которая будет стоить по моим предположениям, например, 200 к тому моменту. И нельзя считать, что я на этом получил в два раза больше, то есть такой весьма серьезный процент. Вот такая сделка это некоторая норма, причем более хитрая сделка даже в этой истории. вот в истории надо заметить, что основная тема Талмуда в связи с тем, что я говорил, это история с отложенным платежом, или с отложенной, вот неважно, отложенная сделка сегодня, а исполнение через какое-то время. и здесь начинается на самом деле некоторая действительно веселая проблема, потому что вообще для того, чтобы понимать тему, надо давать хорошее определение, чем займ отличается, скажем, от купли-продажи, и ну этому надо давать проблемы, какие-то определения. Более того, значит, вторая схожая ситуация, это, например, вот чем займ отличается от аренды. Вот на самом деле, можно ли считать, что займ это аренда денег? Вот я взял в аренду 100 долларов и через год должен отдать арендованную мною деньги. Или я взял квартиру в аренду со 100 долларов и через год должен отдать квартиру. одно ли это и то же. И как выясняется, что Талмуд действительно довольно серьезно начинает прорабатывать эту тему, чем аренда денег отличается от аренды вещи. Вот вроде бы это одно и то же. Я хочу заметить, для того, чтобы такие вещи прорабатывать, вам нужно иметь весьма квалифицированных уже юристов, которые более-менее понимают в экономике, а то, что в те времена такие юристы были в том мире, античном мире, о котором я говорю, я знаю, что куча народа не любит, когда я пользуюсь словом античный мир, когда обсуждаю Мишну и Талмуд, хотя я считаю, что это та самая античная эпоха. И есть просто принято употреблять эти слова по отношению только к Риму и Греции. Но эпоха-то одна и та же. Потому что одна эпоха, причем евреи живут в эллинистическом мире, то есть вы более-менее находитесь именно там. Тот из вас, кому доводилось сталкиваться, скажем, с классическим римским правом, он видит, что оно неплохо проработано. По крайней мере, если судить по многочисленным учебникам по римскому праву, которую до сих пор обязательно изучают в юридических вузах всего мира, то есть считается, что оно образцово хорошо проработанное право было. Думаю, что это преувеличено. Мне не очень нравится проработанное, мне кажется. Либо мы получили не весь комплекс, либо оно не блестяще проработано, но оно было сильно проработано потом в Византии. Проработано там продолжение Византии довольно серьезно. Но, тем не менее, мы находимся в одном ареале, и пусть законы разные, но вот эта культура проработки законов, культура экономической проработки закона, она весьма должна быть сходной по идее, именно когда мы говорим именно о культурных каких-то вещах. То, что вообще 19 век, чем хорош ученые 19 века, где они хороши? Они знали источники ну вот так как мы их не знаем. Я не уверен, что в наше время найдутся люди, которые столь блестяще знают источники как знали в 19 веке. И книги, скажем, я подозреваю, что учебники по римскому праву 19 века, они не сильно уступают современным. Нет, наверное, что-то нашлись новые или новые взгляды, но учебник базовый римского права не думаю, что он сильно уступает современным учебникам того же римского права. Так вот, в 19 веке естественно была попытка хватало людей с классическим образованием, которые сравнивали еврейское право с римским и в общем чаще всего сходства не обнаруживали, кроме сходства не обнаружили, кроме тех случаев, когда в Талмуде прямо говорится, что там в таком-то законе будет у римлян, у Вавилонии будет по-другому другое решение. И вот, например, вот то, что есть довольно существенный момент в еврейском праве, вещь, переданная на хранение или переданная в аренду или переданная в залог, в еврейском праве требует возвращения той самой вещи. Не ее стоимости, а именно вещи. Это важный момент. И во всех законах связано с арендами вещей, с залогом вещи, отданной другому. во всех случаях предполагается, что вернуть следует именно эту вещь. Почему я здесь останавливаюсь? Потому что для тех, кто, скажем, в университете учил римское право, он знает, что вообще-то, конечно, надо вернуть ту же вещь по римскому праву, но можно вернуть ее стоимость. Здесь очень важно, римское право не зацикливается на том, что вернуть надо ту же самую вещь. еврейское право на этом зациклено, на этом пункте. Причем на уровне, что если человек утверждает, что данная ему на сохранение вещей, она могла быть дана в качестве залога за долг, но если человек значит получить долг, говорит, что вещь пропала и он готов заплатить ее стоимость, то требуется отдельная клятва, что вещь действительно пропала, а ты просто не захотел именно вещь эту присвоить. Да, ты готов заплатить за меня, но ты хочешь ее присвоить. Но мне ужасно нравится отданная мне в залог, я не знаю, яйцов и бирже, я не хочу его возвращать, хотя готов заплатиться. Так вот, еврейское право, если я заявлю, что это яйцо было украдено, скажем, утрачно, то еврейское право потребует клятву, что я не присвоил эту яйцо. То есть в этом смысле оно несколько отличается от римского именно вот в этом. но из этого сразу получается некоторая вещь, что просто на глубоком автомате, что заем и аренда они разные, это разные явления. И по этому поводу каждый раз, когда нужно, скажем, определить разницу между заемом и арендой, и арендой, и почему нельзя сказать, что я тебе передаю в аренду деньги, то вроде бы на первый взгляд разница довольно простая, что аренды я должен вернуть ту вещь, которую взял, а когда речь идет о займе, я должен вернуть не ту вещь, какую взять, а такую же вещь, какую взял. вот это принципиальная разница. И вроде бы достаточно такого определения для того, чтобы понимать разницу. Языком палмуда халвалы лахацаотнинго, то есть человек берет деньги для того, чтобы их потратить, и вернет он другие деньги, в смысле другие монеты, это принципиальная , что в этом смысле сдача денег в аренду, она совершенно не такая. Ну, в смысле, как за это. Для того, чтобы быть понятно, в Рафхама, вот Рафхама, сдавал деньги в аренду за одну восьмую динара в день. Имеется в виду следующее, он сдавал монету в динарий, ну, почему динар, я не знаю, Рафхама, это Вавилония, там динариев не было, ну, давайте будем пользоваться словом динар, чтобы все-таки не связываться с римскими деньгами там, где их не было. Значит, сдавал за одну восьмую цену, то есть одна восьмая цену 12,5 процентов в день. Совершенно бешеный и считал, что это может. И пропали деньги Рафа-Хама, и дальше кому-то говорит, так ему и надо. Вопрос Раф-Хама, коли он Раф, то он понимает, что то, что он делает, это безобразие. Тогда выясняется следующее, что вот это определение, которое я давал, что при займе можно вернуть не то, что ты взял, а такое же, тут чего-то еще не хватает. Должна быть еще какая-то и эта вещь очень важна. Вот здесь начинается второй пункт, который безумно важен. В еврейском дело в том, что в определении владения вещи входят два пункта. это, слушайте, я не буду в эту теорию входить, я даю тебе проще объяснить. Значит, чем займа отличается, скажем, от аренды? Очень простая вещь. Что бы ни случилось, человек, который занял деньги, должен вернуть деньги. Причем, что происходит, как бы при займе нету форс-мажор. Вот это важнейший вопрос. Вот если человек взял вещь и не может ее вернуть, иногда бывает форс-мажорное обстоятельство. Ураган, бандиты вооруженные, война, чего там только не бывает. Это форс-мажор, право признается, что как бы человек не должен нести ответственность за форс-мажорное обстоятельство, которое случилось с этой вещью. Пожар в доме, форс-мажор. Вот в займе нет понятия форс-мажора. Вот здесь начинается куда более серьезное. По этому поводу, если Раф-Хама, будучи рабином, когда он сдает деньги в аренду, он должен что-то сказать, чтобы это не было полноценным займ, что это не будет закон рябит не применять. Для этого ему остается только одна вещь, признать, что тот, кому он дает, распространить понятие форс-мажора, стандартных форс-мажоров на него. То есть человек, которому он дал монеты в аренду, имеет право их не вернуть, если, скажем, его ограбили. Вооруженный бандит. Вот в этом случае вроде бы можно так сказать, нельзя тому говорить, что это все равно, с деньгами этот номер не проходит, но тем не менее хоть какая-то логика будет в этом поведении. Потому что ну это принципиально разные вещи. значит опять не хочу сейчас входить в закон о сторожей, закон о ответственности за хранение чужих вещей, но один из главных, главнейших признаков с точки зрения Талмуда, признаков взаима, это полная передача владения вещей. Вот при аренде, например, человек снял квартиру, он не получает эту квартиру в полное владение. он не может ее продать, он не может в большинстве договоров не может ее пересдать без согласия владельца, он не может ее разрушить. Вот главный признак владения вещи, я ее могу сломать, я могу ее снести. Это моя вещь, что хочу, то и делаю. с оговорками разумного плана. Вот при займе, при аренде вот этот признак, что хочу, то и делаю, моя вещь, он отсутствует. А вот при займе наличествует. Вот вот начинается здесь самое главное, о чем говорит Талм. то есть сделки Рабхама вы должны придумать, когда он сдает деньги в аренду, вы должны придумать, как это превратить в настоящую аренду. Вот здесь очень важно. А для того, чтобы превратить вещь в аренду, как бы он должен ограничить право того, кто взял, на пользование этой вещи. Но правда получается внутреннее противоречие, на что и было сказано. отнесся к этой идее совершенно отвратительно. И даже если тот скажет, я готов простить форс-мажора, не поможет. Значит, теперь, по этому поводу, вот теперь при купле-продаже, в чем разница, особенно когда происходит отложенная плана. продажа любая, ну вот опять, столмуд, вы учтите, что я сейчас говорю, я говорю не университетский курс экономики, а говорю столмуд просто, что делает. Толмуд, когда говорит о любой сделке при продаже, говорит, что в ней главный обмен. Теоретически любая сделка столмудом более-менее воспринимается как бартер, как обмен, а именно неважно вещь-вещь-вещь-деньги, значит, и главное при сделке купле-продаже обмен вещей. При займе нас интересует не обмен вещей, а возврат. Совершенно разные вещи. по этому поводу, вот Толмуд, например, для советских гражданин, это было, вот я помню, как я приехал в Израиль и очень удивился вещью, которая в Толмуде каждый день, там, на каждом листе экономической страницы Толмуда есть, это упоминание, а в Советском Союзе нет. Только потому, что они деревенские жители. в Толмуде есть понять свой лавочек, который продает, называется БГКП, продает на запись. То есть, ну, я не знаю, израильтяне, которые здесь жили давно, когда еще лавки, маколеты были в каждом дворе, это помнят, я не знаю, сегодня их почти не осталось, таких лавок очень мало осталось. Они есть еще, но их намного меньше, чем было. Но там все соседи, которые жили вокруг, обычно покупали в этой лавке на запись, просто продавец записывал, насколько он продал товар, и где-нибудь раз, какое-то время, раз в месяц обычно рассчитывались продавцом и продолжали эту операцию. То есть у каждого лавочника дома было, в смысле в магазине стоял, коробка с карточками, обычных покупателей. Так вот, в Талмуде это норма. Да, в Советском Союзе я с этим как городской не сталкивался, узнавал это, что подобные были, правда, в тетрадях записывались, в деревенских магазинах, причем чаще всего выпивку записывали таким способом. Но в деревенских магазинах, в городах я такого не видел, не видел, просто не сталкивался ни разу. И когда я приехал в Израиле, вдруг обнаружил, что это ламудическая реакция, реалия родной лавочник, и там, скажем, несколько оговорок о том, что человек боится поссориться с лавочником, который рядом с ней, потому что тот подает ему товары с отложенным платежом в рассрочку. Не в рассрочку, с отложенным платежом. В Израиле, когда я с этим столкнулся, я обнаружил, что это во всем. Принято, что вдруг обнаружил, что вот эта лавочическая реальность, она просуществовала, вот не знаю, как, в настоящие средние века в Европе, а тут некоторая проблема, евреи же в настоящие средние века, то есть от падения Римской империи до, скажем, Каролинга, да, Карла Лысова. В Европе практически не жили, их тут меньшинство, ну, максимум, ну, хорошо, если 10%, евреи жили на Восстане. А там все было, вполне наследовало древности, там вполне были денежные отношения, там были нормальные рынки, там все было сильно иначе, чем в Европе, но, значит, вот эти отношения, они остались, вот, они сохранились, вот, прошли через 20 лет. Но теперь вот и начинается та самая проблема, значит, вот в лавке, вот в такой, которая продает на запись, товар сейчас деньги подклить. Но на рынке чаще всего отношения прямо обратно, а именно деньги сейчас, товар потом. И для талуда есть специальный термин, это амана. Амана, вот, не надо путать два оборота, но сэвэ, но тэнбэ, эмуна, или но сэвэ, но тэнбэ, амана. Они одинаково пишутся, за исключением среднего вала, но читаются по-разному, и мысль там раз. На самом деле, тэнбэ, эмуна, это честный торговец без обмана. А вот ваамана, это все веселей намного. И состоит следующее, что человек получает деньги сейчас, а должен предоставить товар через какое-то время по нынешней цене. Причем... То вообще на рынке понятно, что происходит. На рынке здесь происходит некоторая стандартная экономическая проблема, которая решается такими деньгами. Это на текущий расход. Продавец или производитель заинтересован в деньгах, он готов получить деньги сейчас. Ему неважно изменение рыночных цен, и он решает свои проблемы. Проблема в том, что не будет ли в этом законов ребит. И на самом деле, вот давайте опять, не желая входить. Мудрецы, опять, смотрите, начинается длинное вращение вокруг законов о процентах, и приходится начинать перекрывать какие-то очевидные возличности. Фокус вводка. Возвращается вопрос мудрецами, есть товар или нет. Человек получает, скажем, вот некоторая стандартная вещь мелкого комиссионера. В чем идея? Он хочет получить деньги сейчас, на эти деньги он купит товар, а потом перепродаст его немножко дороже, и вот комиссия, которую он за это получит, это и есть его навык. Итак, вот, некто обращается к такому комиссионеру, дает ему 100 долларов и говорит, что я хочу, не важно, картошки на 100 долларов через месяц. Цена такая-то. Вот одно дело, когда у человека есть этот товар, и вы можете сказать, что он продал свою картошку, которая у него на складе, и это отложенная поставка была. А другое дело, вот этот комиссионер, который побежит на рынок, по этой цене купит, и потом перепродаст, получив свою комиссию. Вот здесь мудрецы вот эту сделку с отсутствующим товаром воспринимают как заем. Вот с этого момента они воспринимают ее как заем. Вот при наличном товаре они готовы рассмотреть как сделку купли-продажи, а при отсутствующем. Слушайте, по-моему, я забрался в очень сложную тему. Давайте я чуть-чуть опрощу. Вот давайте я просто более-менее попробую привести сделки, которые в те времена проводились, для того, чтобы понять, с чем мы имеем дело. И причем замечу, что все сделки, которые я сейчас буду упоминать, это некоторые реальности эпохи толпа. Например, некто круглый год продает клиенту вино, причем, замечу, продает в лавку. То есть крупный поставщик вина продает в лавку вино. Или вино, масло, товар, который востребован круглый год. Фокус вот какой. Тот, кто продает товар, он как бы продает по текущей цене. Каждый раз, когда он приезжает в лавку, привозит свое вино, он продает по текущей цене. Мысль грандиозная. Как на этом зарабатывать? Три раза в году, как известно. Цены на вино вырастают. Когда? Ну, во время праздников, как нетрудно догадаться, когда люди пьются. Когда надо повышать цену на вино? Для продавца. Продавец в это время для клиентов понижает, потому что у нас огромное. В этот момент у нас огромный спрос на вино. Вопрос, вот смотрите, в наше время перед праздниками цены на вино падают. Ну, по крайней мере, в Израиле. Думаю, что во всем мире одинаково. Цены на вино падают. Ну, на выпивки, на всевозможные перед праздником. Почему? Потому что идет борьба за покупателя. Приходится с ним. Но, возможно, это только по одной причине. Почти все магазины, ну, крупные сети или магазины выступают как комиссионеры. То есть, они как бы, там нет промежуточной покупки товара. Вот я не знаю, нужно ли это входить, но чаще всего в наше время ситуация выглядит так, что супермаркет, где мы покупаем товар, он не является владельцем этого вина ни один момент времени. А владельцем вина является фирма, которая поставила это вино. И как бы, если я не продам, фирма заберет свой товар назад, а у меня он здесь только хранится. А супермаркет получает процент. Это некоторые стандарты, именно поэтому на праздники цены на вино могут понижаться. Если бы магазин выступал в роли покупателя, как это было в древнем мире. Вот теперь вот разница, экономическая разница между собой. Если как в древнем мире владелец лавки не является комиссионером по сущей колене, а является продавцом. То есть он честно купил вино и честно продает теперь. Понятно, что в празднике при этой ситуации цены на вино, поставляемые в лавку, могут только вырастить. Потому что понятно, что продавцу нужно иметь большой запас именно сейчас. Потому что через неделю праздники кончатся, и никому его... То есть товар-то его будет нужен, но не в тех количествах, каких на празднике он нужен. И по этому поводу три раза в году цены на вино повышаются, закупочная цена на вино повышается. По этому поводу говорит следующий закон. Я привожу просто совершенно замечательный закон. что поставщик вина в лавку не имеет права завозить вино три раза в году, но имеется в виду в период пика цены. А должен поставлять вино по средней годовой цене, если есть годовой договор. То есть... Вот это такой договор. То есть правило купли-продажи, оно вот уже там фиксируется. То есть есть какое-то вмешательство в рынок. Если у вас есть средний годовой договор, то вы, естественно, не можете привозить, только в период пика цены. Вы должны прикинуть среднюю стоимость вина на рынке в течение года, и поставщик обязан поставлять по этой цене. Тогда здесь будет все довольно, значит, ясная ситуация. Теперь. Ну, это пример. Давайте еще. Значит, Мишна говорит, следующий закон приводит. Не следует говорить товарищу, одолжи мне, слушайте, я можно, я меры веса буду переводить сразу в современные, это самое, вверх, четверть тонны пшеницы, а я верну тебе, когда будет урожай. Но можно говорить, одолжи мне четверть тонны пшеницы, пока не вернется мой сын, или пока я не найду ключ. То есть, на самом деле, вот мне всегда была интересна в этом Мишне одна вещь, что вот история с Кельчевым, она вот интересная. Имеется ли в виду, что тот, кто пишет эту Мишну, знает римское право? Я вот упоминал про римское право сегодня. Вот знает ли автор этой Мишны римское право? В еврейском праве такого фокуса, я не уверен, что есть, а в римском праве, значит, передача товара происходит регулярной передачей ключа от склада. Правда, передача должна происходить перед складом, но в римском праве вот эта система передачи ключа, она как бы совершает вздействие. Это просто кусок римского. Знает ли автор Мишны этот закон? Я не знаю, честно. Знаешь, просто появление здесь ключа меня удивляет. Но, что говорить? Идея выглядит так. Одолжи мне четверть тонны пшеницы. Да когда? До урожая. И когда будет урожай, я тебе верну. Это нельзя. Вот что здесь сказано? Это нельзя. А что можно? У меня есть пшеница, но ключ у моего сына я потерял ключ от склада и так далее, то это можно. В чем разница? Разница между этими двумя сделками, я уже сказал. Разница между этими двумя сделками очень простая. Одолжи мне пока не будет урожай. Это означает, что я беру сейчас четверть тонны пшеницы, которой у меня нету, я ее как-то потрачу, а потом я приобрету в оригинале с гумна. Но это совершенно неважная ситуация. То есть после того, как соберу урожай по простому пониманию, там не вхожу в каминбэк. То есть я тебе отдам такую же четвертонну. Вот это большая разница. И вот это большая разница, потому что, значит, в отличие от второй сделки, у меня есть четверть тонны, но мне нужно... Чисто оперативно она сейчас, я тебе отдам вот прям вот, как только попрос складся. Вот эта сделка считается нормальной, вторая. А вот сделка первая, она запрещена мудрецой. Называется это в Талмуде СЭБЭСЭ. А именно, я одолжу тебе... СЭЭТ 8 литров, ну опять не важно, 10 литров дальше. Значит, по-соседски, давайте простоты ради, по-соседски разрешено хозяйка дай мне яйцо, я тебе отдам завтра, дай мне соль, пол чашки сахара, я тебе отдам завтра, нормальные соседские отношения не разрешены, кстати, вот такие между соседками. Но более большие сделки такого рода, когда одолжи мне мешок сахара, а я отдам тебе мешок сахара, потом, через месяц, вот такие сделки мудрецы запретили. И вот теперь вопрос, чем разница? Вроде бы, вот почему такая сделка запрещена? Почему, вроде бы, по определению займа, просто по определению займа, я беру вещь и должен через какое-то время отдать аналогичную, ну, такую же, да, это определение займа. Почему нельзя одолжить мешок сахара и отдать мешок сахара через какое-то время? Почему мудрецы вдруг вмешались в эту сделку, которая, вроде, выглядит нормальным одолжением, причем честным, где здесь процент? И по этому поводу здесь мы влетаем в одну важнейшую идею мудрецов. Мудрецы говорят «Коль халваа на са, на сет дами». Всякие займ превращаются в геймки. То есть, что происходит? Вот давайте попробуем сделать следующий раз. Представьте себе, что мешок сахара на данный момент стоит 500 человек. Ну, меньше, ну, не важно. 100 человек. 100 человек. А через месяц, когда я его должен отдать, он стоил 120. Будет ли возвращение, значит, с точки зрения сахара, я получил мешок сахара и отдал мешок сахара. То есть, ничего, тот, кто мне дал этот мешок, ничего не приобрел. Вообще ничего. Где здесь процент? К чему это должно быть упрещено? Вопрос выглядит так. Если цена на рынке за это время увеличилась, и в денежном отношении этот мешок сахара стоит теперь 120, можно ли утверждать, что получатель получил доход с займом? С точки зрения сахара и рыночных цен вроде бы нет. С точки зрения денег вроде бы да. Вот здесь приходят мудрецы и настаивают, и устанавливают запрет на эту сделку, утверждая, что любой займ нужно оценивать в деньгах. Любой займ, даже вещи следует оценивать в деньгах. По этому поводу, так как цены подвержены колебаниям, а также инфляция, то одалживать САБСА, это называется, то есть корзину за корзиной, я так понимаю. 83 литра, да, САБСА. И тут мы понимаем одну довольно любопытную вещь, что мудрецы как бы устанавливают, что есть деньги, и деньги они не меняются. Это интересный момент, потому что и во их времена это не соответствует реальности. Вот экономическая мысль Талмуда происходит весьма странная вещь. Они знают, что деньги, деньги, это вещь не абсолютная. Они это знают. Они знают, что происходит инфляция. Насколько знают, но как они могут не знать, когда у них есть как бы понятие монет, когда они говорят о монетах, у них есть понятие идеальной монеты, кирская монета, то, что называется, идеальная монета, и провинциальная монета. В ЦУРе КЭСАМДИНА, я просто перевожу эти термины на русский, значит, КЭСАМДИНА, ну, вы зря считаете, что МДИНА это государство на языке Талмуда, это провинция. Значит, провинциальные деньги, и АЦУР это ТИР, ТИР-ЦИДОН, в нынешней Ливане находятся города. Тогда отличались чеканкой классной монетой, которая считалась образцовой монетой долгое время. Разница между этими монетами восьмикратная. Вот, чтобы было понятно. Просто восьмикратно. И они это знают. Они знают инфляцию. Что знают мудрецы? Они знают зверскую инфляцию третьего века. Совершенно озверительно. Инфляция римского мира, третий век, отличился просто потрясающей инфляцией. Четвертый, впрочем, не сильно уступал в этом отношении, но там был момент, когда все устаканилось более-менее в Римской империи. В смысле с деньгами. А то, что они знают, что есть инфляция, мы читаем про эту инфляцию, мы читаем про изменение цен, мы знаем, мы знаем, там, время от времени Талмуд упоминает, что такая-то вещь, которая стоила столько-то, во времена такого-то, сегодня стоит столько-то. Они все это знают. Тем не менее, в текущих делах, в текущих делах, они как бы постанавливают, что есть некоторый абсолют. И этот абсолют – это деньги, которые теоретически не меняются. Но как не меняются? У них есть понятие покупательная способность. Они знают понятие покупательной способности денег, но в стандартной ситуации они не любят обсуждать изменения покупательной способности денег. Просто не любят и все. Что тогда нам делать? Теперь, если у нас есть абсолютная вещь, которая называется деньги, ну, давайте простую. Вот идея о том, что деньги имеют абсолютное, значит, есть абсолют какой-то денежный, абсолют идеальный. Она всегда была. До Пуэрториканского соглашения, то есть до 1972-го, третьего, по-моему, даже надо вспомнить. До этого как бы не вдаваясь, опять не хочу вдаваться в детали, как бы золото считалось некоторым абсолютным денежным. И золото, оно не подлежит колебаниям, а именно колебание цен на золото является колебанием цен вокруг золота. Это колеблется цена на товары, а золото, оно абсолютно как бы остается. Вот эта идея, что есть некоторые абсолюты, да, и проблема началась с того, что доллар в какое-то время, ну, какое-то долгое время, как бы себя объявил абсолютным, таким же, как и золото. Выяснилось, что долгом продержаться в этом не смог. Официально он продержался в этом статусе лет 20, ну, 25, может быть. Недолго. Почему все обсуждают эту историю, потому что доктор доллар был абсолютным. Он недолго продержался в статусе абсолюта. Просто выяснилось, что не буду в экономику в это входить. Международная валютная экономика – дело мрачное. Но всегда все экономисты в течение долгого времени, вот кого вы не читаете, до последней четверти 20 века, как бы исходили из абсолюта какого-то. Должен быть какой-то денежный абсолют. Например, золото. И все на свете можно пересчитывать в золото. Точно так же, как я, например, когда указывают цены каких-то вещей в Талмуде. Обычно, и они указаны в Талмуде, в деньгах, обычно в сноске ставлюсь только грамм серебра. Понятно, что это плохой признак. Серебро сегодня, как бы я и скажу, что все понимают, что серебро сегодня деньгами не является. И серебро, которое мы там говорим, оно было настоящими деньгами. 12,5 грамм серебра равняется грамму золота. Тогда. Но вот эта идея о том, что существует абсолют именно денежный, он, нельзя сказать, что Талмуд в этом оригинален, в этой позиции. Потому что, еще раз, вся мировая экономика до последней четверти 20 века исходила где-то из подобных вещей. И потом, когда Америка вначале отказалась от, называется, Бреттон-Вудская система, отказалась от объявления, что доллар равен золоту, то вывод из этого был, на мой вкус, совершенно фантастический. Это не доллар прекратил равен золоту, это не доллар прекратил быть деньгами. Я бы сказал, что нормальный человек должен делать простой выпад, что если доллар теперь не равен золоту, то доллар прекратил быть деньгами, ну, в смысле, абсолютными деньгами. Я не имею в виду, чтобы он прекратил быть деньгами. Деньгами она слезала. Абсолютными деньгами. Ничего подобного произошло, ровно обратно. И золото прекратило быть абсолютными деньгами. И что теперь абсолютные деньги, никто толком не знает. По-моему, золото опять. Все понимают, что золото. Опять вернулись в золото. Понадобилась какая-то твердая опора на такие вещи. Для Талмуда. Вот теперь вернемся к Талмуду. Вы долго будете смеяться. Обсуждение абсолют деньги или нет. Являются ли деньги абсолютным цен? В смысле золото или серебро или медь являются ли они абсолютным цен? Это тема Талмуда. Причем эта тема в Талмуде совершенно разумно расположена перед темой о проценте. Вот что такое хорошее мышление о проценте? Вначале, прежде чем говорить о проценте, нам надо поговорить о деньгах, о том, что такое деньги. А потом, только потом, нам надо обратиться к тому, что такое процент. В каком случае это необходимо именно в таком порядке? Только в одно. Если мы считаем любой вечный займ на самом деле денежным. Вот только в этом случае. А Талмуд на самом деле, по крайней мере гемар, четко произносит «Коль халваа на сет доминь». Любой займ нужно оценивать в деньгах, превращаясь в деньги. Тогда, если мы любой займ считаем денежным, то сделка сэа-бэсэа, то есть мешок корзина зерна за корзину зерна или корзина помидор за корзину помидор становится по мудрецам, такая сделка становится запрещенная. Вы можете одолжить корзину помидор по текущей цене на такую-то сумму. Корзина помидор по текущим ценам 50 шекелей. Я тебе одолжил помидор на 50 шекелей. Назад я хочу, конечно, помидор, но на 50 шекелей. Замечу. Не корзину помидор, а помидор на 50 шекелей. Вот что требует мудрец. Что займ должен быть именно так. При этом, как только речь заходит о деньгах, то начинается вот вся тема в трактате, в предыдущей главе трактата «Баба Мецея», которая перед процентом начинается с душераздирающего обсуждения, о котором я просто не представляю. Любой человек, который пишет или говорит про экономику Талмуда, здесь застревает надолго. Сколько я видел по этому поводу книг, это уму непостижимо и сколько народу об этом пишет. Почему там происходит довольно смешное обсуждение, связанное с тем, что ведь в те времена монеты были серебряные, золотые и медные. Значит, по этому поводу вопрос одно ли это и то же. Вот мы сегодня, в наши времена, в наши времена, мы как бы не различаем монета в 10 шекелей, монета в 100, купюра в 100 шекелей, да, но давайте 100 долларовая купюра или долларовая монета. Для нас это 100 монет по доллару, это 100 долларовая купюра, это одно и то же. А говорю, что в Израиле есть закон, который запрещает крупные суммы, в каком смысле не запрещает, но позволяет продавцу отказаться принимать крупную сумму в мелкой монете. Просто продавец имеет право сказать, пойди в банк, обменяй, я не обязан принимать все это в мелкой монете, есть отдельный закон. Кстати, в куче штатов, в куче стран подобный закон есть. Продавец не обязан принимать вот крупные суммы в мелкой монете. Ну, это связано с кучей всяких вещей. Кстати, вот анекдот по поводу человека, издеваясь над налоговым ведомством, привез ему грузовик медных монет. Вот, вот, он в куче стран этот номер не пройдет, просто налоговый кассир откажется принимать, скажет, что иди в банк, обменяй, потом приходи. И, ну, такие законы пойдут во многих странах. Есть, в Израиле, в частности, есть такой закон. Но, как бы, тем не менее, для нормального человека разницы между медными деньгами, серебряными деньгами и купюрами нет. Ну, деньги, они есть деньги, вопрос о том, какие они, это вопрос удобства. Но, но, реалия древнего мира состоит в том, что золото и серебро и медь – это разные деньги. И эта реалия, она в римском мире, например, была очень важной, потому что, ну, давайте так. Вот, медь всеми воспринималась, значит, на рынке ходило серебро. Серебро и медь. Понятно, что пучок редиски стоит медные, медные какие-то деньги. Более крупные покупки, плата осуществляется серебром. И основная монета – серебро, а медь – это вспомогательный инструмент, который позволяет разбить серебро на штучки. Еще раз, доход паденного рабочего – динарий в день, серебряная монета в день. Не самая мелкая, есть монеты меньше, но динарий зависит от времени, времени – 3,5 грамма сетей. Его для удобства разбивает на медь. По этому поводу медь, она как бы не совсем деньги. Это такой инструмент, чтобы разбить серебро на… Кстати, вот, чтобы было понятно, это не мои исторические, а это я Талмуды вам все еще раз скажу. Теперь, вопрос о золоте, он совсем смешный. Золото – это вот такая штука, которая Римская империя сошла с ума, называется. Она выпускает золотую монету, которая называлась золотой динарий. Почему он так называется, не спрашивайте. Ну, аурес его принято называть золотой. Мы перевожу с лотой. Аурум золота. Аурес, соответственно, золотой. Почему-то по весу он равен двум динариям. Но полный анекдот состоит в том, что его цена фиксирована. А именно объявлено, что золотой динарий, то есть аурус, равен 25 серебряным. Что бы ни происходило с 25 серебряным, что бы ни происходило с 25 серебряным. При этом римская власть, вот содержание золота в золотой монеты, она жестко соблюдала. Вот с серебряной монеты могло происходить что угодно. И от императора к императору количество серебра в монеты падало, ну, совершенно свидетельно иногда. А вот золотая монета, она как бы держалась, опять, с некоторыми колебаниями, возможно, инцидентами, но она держалась более-менее с железной. Вот почему, хотите скажу, что они о своих заботились, потому что патриции богатые люди, сделки осуществляли в золоте. И как бы золото, оно у них, хотя, в общем, по-моему, они сильно проигрывают на этой истории. Непонятно, почему они за золото, вот так держалась римская империя. Сегодня пытаются объяснить там техническими какими-то особенностями, что Рим во втором, в третьем веке, у него были проблемы с добычей серебра, с источниками серебра. Но теперь вопрос, золото это что? Это деньги или все-таки недель? Вот, боясь потерять любимые родные шейдели, я пошел на базор и купил слиток золота. Ну, хорошо, слиток золота не купи. Пошел в интернет, зашел на сайт, который торгует монетами, и купил английских северенов. По-моему, там, хорошо, если только половина, по-моему, 9 из 10 от них подделанные, но мне-то интересует их золотой содержать. Скажите, северены, которые я купил, это деньги или не деньги? Или это товар такой для сохранения моих денег? Я их вложил в товар, который называется золото. Это вопрос талмуда. Вот вопрос нишны талмуда, значит, я перевожу с довольно сложного языка, а нишны, поверьте, что знают, что делают. Знают, что делают. Золото является товаром относительно серебра. Выучите, там написано другими словами, все это совсем, надо знать комментарии. Золото является товаром относительно серебра. Медь является товаром относительно серебра. То есть, только что вам сказали некоторые простые вещи, что серебро является основной деньгой, основными деньгами. Золото является товаром, наверное, для сохранения серебра. А медь является тоже товаром для того, чтобы разбить серебряную монету и пойти на рынок свой. То есть, как бы мудрецы талмуда просто говорят, что серебряная монета – она абсолютная деньгия. Это деньги. Все остальное – это либо сохранение денег, если мы покупаем золотые монеты. Ну, в третьем веке, значит, талмуд написан в 220 году. До, значит, в молодости того, кто составлял талмуд, рабе и буддаганаси, в молодости золото были основными деньгами, а серебро было производным, которое позволяло разбить серебряную, золотую монету. То есть, чем медь относительно серебра, тем серебро было относительно золото. Во времена, когда Мишна уже фиксировалась, когда он уже, Рэга, был старым, по моменту, произошло обратное, и серебро стало основной монетой, золото прекратило быть деньгами, а стало средством хранения. Монета, еще раз, золотые монеты существуют. Дойти на рынке золотую монету просто почти невозможно. То есть, где-то там в 220 году золотую монету купить по объявленному государству курсу невозможно. Вам ее просто не продаст никто за такую цену. Хотя теоретически это нарушение закона. Закон требует, чтобы золотая монета обращалась по курсу 20. Талмуд, кстати, всюду принимает именно это, карат соотношение монет. Золотая монета стоит 25, хотя это объявленная цена. Далее, вторая вещь, которая происходит, Талмуд делает еще один ход и о том, что понимает, о чем говорит. Значит, плохие монеты являются товаром относительно хорошим. Имеется в виду следующее. Что на самом деле мудрецы понимают одну очередь, любопытную вещь. Вот теперь вы понимаете одну. То, что происходит. Вот то, с чего я начал когда-то говорить, что тара, по идее, не должна знать, что такое монеты. Монеты появились позже. Лидийские монеты. Это где-то шестой лет. До Нового года. Знает только вес. Серебро и золото на вес. Серебро, в чем словом. Золото на вес. Что такое монета, она, по идее, не должна знать. Но мудрецы знают монет. И утверждают фантастическую вещь, что цена монеты определяет печать государя. Государственная печать. Государственная чека. То есть, у них есть четкое представление, четкое понимание, что деньги – это то, что государство выпустило, как средство обмена. Вот теперь, когда мы говорим об уровне понимания экономики, то мудрецы фиксируют, что деньги – это то, что государство… Это не содержание серебра и золота в монете. А это номинал, который государство объявило за монеты. Вот теперь, вот внимательно вот сюда. То есть, некоторое очень хорошее понимание экономической вещи у них есть. Что деньги, оказывается, это не товар, а это нечто совершенно эфемерное. При этом путаница, которая происходит дальше в головах у всех, и это нормальная путаница, она не может не произойти. У вас происходят две вещи, например. Деньги. За ними стоит какая-то реальная вещь. У них есть серебряное и золотое содержание. То есть, их стоимость как слипка. И есть цена, которая определяется чеканом, на котором написано, что наш государь велел считать, что это 5 динарий. То есть, тут серебра, вот в моей молодости, здесь серебра было на один. Нам это не важно. Государь объявил, что это 5 динарий, поэтому это столько стоит. То есть, уже полностью понимание, что деньги – это некоторая эфемерная вещь, она есть, но это эфемерность не абсолютна, по причине того, что в деньгах все-таки есть серебро. И, например, те вещи, которые объявлены, что должны происходить, сделаны с реальными деньгами, требуют, вот требуют, чтобы передаваемые были вещи. По этому поводу, например, до сих пор обручение нельзя совершить денежный комплект. То есть, передать невесте 100-шекелевый банкнот и сказать, вот ты мне обручена этими деньгами – нельзя. А вот передать ей серебряную монету стоимостью в 100 шекелей – можно. И это будет нормальное обручение. Почему? Потому что обручение происходит на самом деле вещью. А вещь отличается от денег тем, что вещь всегда должна стоить. Но одна прута в Галахе принято считать, одна прута – это минимальная денежная сумма, на которой что-то можно купить на рынке. Вот я всегда спрашиваю детей, детки на шекель, ну, мелких детей, деньги на шекель еще что-нибудь купить можно. Вот когда мои дети были маленькие, можно было купить на 10 огород конфетку сбегать в магазин, купить на 10 огород конфеты. Сегодня на 10 огород вы ничего не купите в магазине. Нет такой вещи, которая там подается за 10 огород. У меня всегда был вопрос за шекель-то, вы сейчас что-нибудь можете купить. Ответ – да, там есть еще какие-то конфеты, которые можно купить за шекель. Значит, это и есть прута где-то сегодня. Ну, чуть-чуть меньше. Так вот, разница между деньгами и вещами в том, что деньги физически могут не стоить ничего. У них цена может равняться 0. А вещи должны что-то встать. Слушайте, давайте я на этом остановлюсь сегодня, потому что я чую, что что-то куда-то меня в дебри несет. Окей. Натан, я... Какие-то дебри. Какие-то дебри – это вечная проблема перейти на слишком, не на тот уровень обсуждений. Я попробую придумать кое-что попроще в следующий раз. И с ней не столь. Нет проблем. Окей. Мейер, спасибо огромное. Всем счастливы. И пока, псоро-тоот. Всем спасибо, всем пока. Всем спасибо, всем пока. Пока, Мейер. Что я не пойму, почему-то не было стоп-рекординг. Понятно. А, может быть, у меня... Знаешь, что может быть, у меня в этом самом, в компьютере он продолжает писать. Мейер, где-то не было стоп-рекординг. Субботник. Ну, конечно. Мейер, где-то не было стоп-рекординг. За что-то. Не могу, как-то. Субботник. Спасибо.